Здравствуйте! Мы изучаем дисциплину управления цепями поставок, в рамках которой предусмотрена серия практических занятий, цель которых состоит в выработке навыков оценки эффективности функционирования цепей поставок. Данная дисциплина разработана для образовательной программы 6B11302 «Логистика. Транспорт». Занятие ведет доцент кайфтер-транспортной техники и логистических систем Ищенко Александр Петрович. Тема 2. Оценка связи показателей и экономического режима прямой цепи поставок. Цель работы. Провести анализ взаимосвязи между показателями прямой цепи поставок и определить ее экономический режим. Достижение поставленной цели предусматривает получение ответа на вопрос, насколько фактическое функционирование прямых цепей поставок соответствует желаемому, то есть эталонному или запланированному. План практического занятия. Рассчитать коэффициенты ранговой корреляции по отклонениям и инверсиям, используя исходные данные и полученные результаты предыдущей практической работы. Результаты расчета коэффициентов ранговой корреляции по цепям поставок представить в виде таблицы. Выполнить предварительный анализ полученных результатов. Рассчитать обобщенную и положительную результативность прямых цепей поставок. По результатам расчетов заполнить таблицу и построить гистограмму результативности прямой цепи поставок. Выполнить анализ полученных результатов. В результате выполнения практической работы необходимо определить влияние многих взаимосвязанных и одновременно действующих показателей с помощью расчета коэффициентов ранговой корреляции по отклонениям Спирмена и по инверсиям Кендала. Коэффициенты корреляции Спирмена и Кендала – статистические критерии, которые наиболее часто используются при обработке эмпирических данных. Эти критерии относятся к типу непараметрических и не требуют, чтобы данные были распределены по нормальному закону. Достаточно, если они представлены в порядковой шкале, ранжированные, то есть учитывается только тот факт, что один показатель важнее, чем другой. Важно учитывать свойства выборочного коэффициента корреляции Спирмена. Свойства первое. Если между качественными признаками А и Б имеется полная прямая воззависимость, в том смысле, что ранги объекта совпадают при всех значениях И, то выборочный коэффициент ранговой корреляции Спирмена равен единице. Если между качественными признаками А и Б имеется противоположная зависимость, в том смысле, что рангу Х1 равен единице соответствует ранг И1 равный Н, здесь даю небольшое пояснение, Х1 равный единице – это показатель, имеющий ранг 1 в эталонном ряду, а У1 – это ранг того же показателя, но из фактического ряда. Рангу Х2 равный 2 соответствует ранг У2 равный Н минус 1, рангу ХН соответствует ранг У1 равный единице, то выборочный коэффициент ранговой корреляции Спирмена равен минус единице. Свойства три. Если между качественными признаками А и Б нет ни полной прямой, ни противоположной зависимости, то коэффициент Спирмена заключен между минус единицей и плюс единицей, причем чем ближе к нулю его абсолютная величина, тем зависимость меньше. Пример. Необходимо найти выборочный коэффициент ранговой корреляции Спирмена под данным ранга объектов выборки объема Н равной 10, который представлен в таблице 2.1. В этой таблице мы имеем ряд Х и Т, то есть набор каких-то показателей, расположенных в порядке возрастания численного значения ранга, начиная с первого ранга и кончая десятым рангом. Во второй строке Y и Т представлены в том же порядке те же самые показатели, но здесь указывается уже фактический ранг этих показателей по результатам, скажем так, исследования объекта. Например, в эталонном ряду первому показателю соответствует первый ранг, в фактическом ряду этому же первому показателю соответствует шестой ранг. С использованием этих данных, представленных вот в таком виде, находятся разности рангов Д и Т. Д и Т равно Х и Т минус Y и Т. Например, для показателя, который в эталонном ряду имеет ранг 1, Д и Т будет равно 1 минус 6, соответственно, получаем минус 5. Далее вычисляется сумма квадратов разности рангов, сумма Д и Т в квадрате. В итоге, для нашего примера, получаем вот эту сумму квадратов разности рангов равной 112. Искомый коэффициент ранговой корреляции с Пирмена определяется по формуле 2,2. И для рассматривания примера коэффициент ранговой корреляции с Пирмена составит 0,25. При наличии одинаковых рангов рассчитываются поправки по формулам, соответственно, 2,3 и 2,4. Формула 2,3 для эталонного ряда, формула 2,2,4 для фактического ряда. В этих формулах Х и Т – это количество одинаковых рангов ИТ-й группы в ранговом ряду Х, количество одинаковых рангов ЖТ-й группы в ранговом ряду У, обозначаемый через УЖТ-я. Например, для рангового ряда таблица 1,2 поправка составит 2,5, что в этой формуле есть. Мы имеем в ряду Х два показателя, имеющих один ранг, 2,5. Вот это двойка. Кроме этого, мы имеем три показателя, имеющие ранг 5. Вот оно, второе слагаемое. В итоге, подсчитав по приведенной выше формуле, получаем, что поправка для ряда Х при наличии связанных рангов составляет 2,5. При наличии связанных рангов коэффициент Ранговой корреляции с Пирмена определяется по формуле 2,5. Ранговый коэффициент корреляции Кендалла также используют для измерения степени тесноты и направления связи между качественными и количественными признаками, характеризующими однородные объекты и ранжированными по одному принципу. Коэффициент Кендалла имеет те же свойства, что и коэффициент Спирмена. В случае полной зависимости признаков, мы имеем, что первому показателю эталонного ряда Х1, имеющего ранг 1, соответствует тот же самый ранг того же показателя У1. Показателю из эталонного ряда Х2, имеющему второй ранг, соответствует этот же показатель, также имеющий ранг 2 и так далее. Это называется полная прямая зависимость признаков. Для такой полной прямой зависимости признаков правее У1 имеется Н-1 рангов больше У1. Поэтому Р1 равно Н-1. Очевидно, что Р2 равно Н-2 и так далее. И предпоследний показатель будет иметь Р, то есть РН-1 будет иметь результат 1. То есть правее него будет находиться только один показатель, имеющий по численным выражения рангом наибольший. Сумма рангов для полной прямой зависимости будет определяться по формуле 2.9. Включая противоположность зависимости формулу 2.10, здесь мы имеем, что первому показателю в эталонном ряду соответствует ранг 1. А этому же первому показателю в фактическом ряду соответствует ранг Н, то есть по величине самый наибольший. Ну и соответственно дальше, в эталонном ряду показателю Х2 соответствует ранг Н-1 и так далее. Правее У1 нет рангов больше У1, поэтому сумма рангов Р равно 0. Очевидно, что Р2 будет равно Р3, Р3 будет равно и так далее РН-1 и равно 0. Поэтому сумма всех рангов для противоположной зависимости будет равна 0. Пример расчета коэффициента ранговой корреляции Кендалла при отсутствии связанных одинаковых рангов. Необходимо найти выборочный коэффициент ранговой корреляции Кендалла по данным ранга объектов выборки объема Н равно 10. Эта выборка представлена в таблице 2.1. Правее У1 равная 6. Имеется 4 ранга. Это 8, 10, 7 и 9 больших У1. Поэтому для У1 мы имеем Р1 равная 4. Аналогично находится Р2 равная 5. Например, берем Р2. Второй показатель из фактического ряда имеет ранг 4. Правее находятся следующие ранги. Большие 4. Это 5, 10, 7, 9 и 8. Получается Р2 равно 5. Аналогично находится Р для третьего показателя, для четвертого и так далее. Определив количество рангов, находящихся справа и больших, относительно рассматриваемого, мы находим их сумму, и эта сумма будет равна 28. Для рассматриваемого примера коэффициент ранговой корреляции Кендалла составит, в соответствии с формулой 2.11, 0,24. При наличии связанных рангов поступает следующим образом. До каждого ранга Y и T определяется число следующих за ним значений рангов, превышающих его величину. Путем сложения чисел определяется величина R как мера соответствия последовательности рангов X и Y, и это показано в предыдущем примере. Затем, для каждого ранга Y и T определяется число следующих за ним значений рангов, меньших его величины, инверсий. Суммарная величина обозначается через Q. Тогда, при наличии связанных рангов, расчет рангового коэффициента Кендалла осуществляется по формуле 2.12. В этой формуле R – это суммарное число наблюдений, следующих за текущими наблюдениями с большим значением рангов Y и T. Совпадение. Q – это суммарное число наблюдений, следующих за текущими наблюдениями с меньшим значением рангов Y и T, инверсий. Равные ранги при определении R и Q не учитываются. При наличии связанных рангов рассчитываются поправки КХ и КУ, которые определяются по формулам 2.13 и 2.14. где X и T или Y житая – это количество одинаковых рангов применительно к нашей практической работе в эталонном ряду и в фактическом ряду. Результаты расчета коэффициентов корреляции представляются в виде таблицы, в которой для каждой цепи поставок указывается значение коэффициента Спирмена и коэффициента Кендалла. А дальше по значениям этих коэффициентов происходит интерпретация, то есть предварительная оценка экономического режима функционирования цепи поставок. Оценка экономического режима в целом содержит расчет обобщенной и положительной оценкой результативности, которая позволяет оценить результативность функционирования предприятий в цепи поставок в целом на основании изменения динамических показателей при наличии взаимосвязи между ними. Обобщенная оценка результативности по двум оценкам корреляции Спирмена и Кендалла определяется по формуле, которая имеет номер 2.15. После того, как получена итоговая оценка результативности, необходимо интерпретировать ее содержательное значение. Например, если значение обобщенной оценки составляет 0,472, можно было бы объяснить как результативность функционирования цепи поставок на 47,2%. Однако это было бы неверно, так как в этом случае не учитывается, что коэффициент результативности рассчитывается на основе коэффициентов корреляции, диапазон вариаций которых от минус 1 до плюс 1 характеризует отрицательную и положительную результативности, отделенные одна от другой нулевой результативностью. Для того, чтобы интерпретировать итоговую оценку результативности, необходимо нормировать ее положительную составляющую на интервале 0,251 с помощью формулы 2.16. В этой формуле P со звездочкой – это вторичное нормирование значения P и T, а P и T – это значение коэффициента результативности, подлежащее вторичному нормированию. P минимум, P максимум – это минимальное 0,25, и максимальная единица – значение коэффициента результативности на нормируемом интервале. Для рассматривания примера действительности, положительная результативность цепи поставок составит не 40,2, а 29,6%. Результаты расчетов обобщенной и положительной оценки результативности по цепям поставок представляются в форме таблицы 2.3 и графически в виде гистограмм, который позволяет производить визуальный анализ результативности цепи поставок. Пример гистограммы представлен на рисунке 2.1. Пунктирная линия является линейным трендом, аппроксимирующим фактические значения рангов. Сплошная линия – тренд эталонного ранга. Вот эта гистограмма находится перед вами. И пунктиром – это фактическая линия тренда, исследуемая в цепи поставок. Сплошная линия – это желаемая, эталонная линия, характеризующая цепь поставок. Чем ближе находятся эти линии, тем лучше функционирует цепь поставок. Для окончательной оценки экономического режима функционирования прямых цепей поставок по показателям представленной таблицы 2.3 необходимо воспользоваться интерпретацией коэффициентов корреляции, представленной выше. Таким образом, в результате выполнения практической работы студенты должны приобрести навыки оценки эффективности цепей поставок путем выявления степени отклонения их фактического состояния от желаемого, что необходимо для принятия решений по организационным изменениям в цепях поставок. Выполнена практическая работа, оформляется в виде отчета, содержащего титульный лист и текст, включающий теоретическую часть и результаты. Основу теоретической части составляет материал методических указаний. Форма титульного листа представлена на экране. После представления отчета осуществляется его защита путем ответов на поставленные вопросы по теме практической работы. Общий балл за работу складывается из следующих составляющих. 40% за выполнение и оформление, 20% за своевременную сдачу, 40% ответы на вопросы. При выполнении данной практической работы рекомендуется использовать следующую литературу, если возникают вопросы, которые не разрешаются в рамках методических указаний. На этом наша работа заканчивается. Я прощаюсь с вами. До следующей встречи. Субтитры сделал DimaTorzok